сегодня очень день который очень предрасположен молитве и все молитва о том чтобы все перевернулось хорошую сторону и об этом не надо забывать то есть все события которые сейчас происходят они как как бы они не казались нам на первый взгляд на первый взгляд страшными какими-то пугающими но все к лучшему всевышний все делает к лучшему это однозначно если бы он хотел мир уничтожить он его уничтожил всевышний добрый и как бы нам не показывали вот этот мир с негативной стороны я сам под всех этих событий которые опять же в мире происходят разные разные события которые выглядят как страшные в итоге поворачивается как хорошие вчера конечно это страшно и там было событие когда террористы вообще террористы это конечно очень ужасные люди просто мы в израиле это прочувствовали очень сильно в последнее время и но их очень вот давайте еще раз я хочу сказать мы сейчас переходим опять на урок будем увеличивать радости если заполнить представить что весь мир это террористы что весь мир это зло это неправда вообще неправда вы знаете сколько в день рождается новых людей в мире за один день 300 тысяч 300 тысяч человек ежедневно рождается 300 тысяч маленьких новых людей рождаются 300 тысяч семей матерей которые которые приводят в мир детей слава богу в современном мире детская смертность меньше чем один процент а например сто лет назад было пятьдесят процентов население мира увеличивается невероятно слава богу сейчас живет уже там восемь почти девять миллиардов а было всего лишь нам лет пятьдесят назад четыре да удвоилось то есть добра в мире намного больше добра в мире невероятно больше но сми они показывают человеку только ракурс зла и когда вот я вчера прям себя почувствовал очень чуть не заболел но по другой причине я никогда не смотрю вот эти все ужасы которые показывают то есть знаешь что до падим ли люди да это страшно ты сопереживаешь но смотреть на это не обязательно это не всевышний не привел это чтобы ты это увидел да то есть есть лазить искать все эти ужасы это это очень неправильно для головы для здоровья но что я вчера зашел к одному своему приятелю и у него сегодня как раз будет операция да вдруг у него там какая-то открылась болезнь опухоль скорая там то все сегодня и меня вот это я вижу своими глазами это прямо вот рядом я прям прочувствовал как в теле тело как бы ну начинает сопереживать вот прямо вот так где у него болит у меня начала болеть там и так далее то есть насколько та информация которую мы в себя впускаем влияет на здоровье если впустить себя что сегодня 300 тысяч родилось и сопереживать вот этому моменту всему до что классно 300 тысяч родилось то естественно будет совершенно другое состояние внутреннее чем мы если сосредоточься на том что 150 тысяч в день умирает 150 тысяч мире в среднем каждый день умирает и 300 тысяч рождается то есть на в день увеличивается население мира в среднем на 150 тысяч человек и значит с начала года уже прирост населения 17 миллионов так что не переживайте те кто думают что мир куда-то катится в какие-то пропасти как нам пытаются как бы донести с сми это неправда мир развивается растет население на 16 миллионов выросло в мире представляете все отлично все слава богу хорошо и теперь каждый из нас которые которые слава богу не пострадал который слава богу сидит часы находится безопасности он должен эту безопасность ценить радоваться и своими молитвами влиять на то чтобы другим людям тоже было хорошо чтобы другим людям было хорошо чтобы чтобы больше не было вот этих вот бессмысленных страшных трагедий которые которые происходят вокруг нас периодически но если мы возьмем сколько людей погибает в авариях каждый день то ежедневно в мире по тысячи людей погибают в авариях просто тоже люди выходят из дома поэтому мы должны молиться за всех чтобы все было все хорошо и благодарить всевышнего невероятно очень сильно что за то что с нами все хорошо и не забывать об этом потому что проблемы приходят именно в момент когда человек у него хорошо а он об этом забывает он на это не обращает внимание он это не ценит он обесценивает и он все время недоволен 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 всевышний в итоге ты выбираешь быть недовольным найти настоящий способ для недовольства то есть ты реально то у тебя все хорошо а ты хочешь что смотреть на полу пустые стаканы на на траву соседа которая кажется тебе зеленее то есть ты хочешь как бы сделать сам себе плохо как бы расковыриваешь свои раны смотришь сми смотришь как людям отрезают головы там и потом после этого не спишь то есть ты выбираешь путь вот такого что тебе плохо но должен быть честно раз ты выбрал такой она тебе реально плохо поэтому для нас с вами очень важно понять и осознать что то что мы сейчас изучаем это что мы делаем это есть спасение себя спасение своих близких и спасение всего мира стать снова людьми которые благодарны всевышнему которые видят добро которые смотрят на мир позитивно это есть самое лучшее что мы можем сделать для того чтобы предотвратить любые негативные события в своей жизни и в жизни мира в целом поэтому мы открываем книгу сегодня пулем да пулем самаях желают друг другу будем самаях но нельзя забывать что главный смысл пулема это вера в том что все переворачивается любое зло переворачивается в добро вера в то что всевышний может в одну секунду все развернуть и он управляет он стоит за всеми событиями за всеми людьми за всем что происходит стоит всевышний который любит мир доказательства 300 тысяч сегодня родилось если бы свежий хотел уничтожить мир то 300 тысяч бы не родилась 300 тысяч родилась значит все нормально жизнь продолжается и когда мы увидим действительно проникнемся этой верой что все хорошо и все к лучшему после этого можно заняться собой вот это самое лучшее что человек может сделать в этом мире это заняться собой если нам удастся сегодня каждому из нас внутри себя вы так выдавить это все зло убрать его и поменять его на добро как бы зажечь внутренний свет и попросить у всевышнего ресурсов для того чтобы сделать мир дальше лучше молиться надо именно с этой с этим намерением чтобы получить от всевышнего ресурсы для дальнейшего улучшения мира но ты должен начали доказать что ты сам можешь его улучшить внутри себя лучше свой мир если ты внутри наполняешься благодарностью радостью то все ты ты доказал всевышнему что ты его любишь тебе хорошо и дальше он тебе дает ресурсы чтобы это распространить на других людей чтобы люди тоже это поняли значит как быть радости сегодня у нас давайте быстренько пройдемся первый советовал был быть радости это решение принять решение быть в радости и максимально увеличивать радость из любого момента в котором ты находишься а так как большую часть времени мы не находимся ни в каких проблемных ситуациях если себе их не придумываем а находимся на нейтралке такой особенности чек уже научился управлять своим вниманием и смотреть в любой ситуации переключать свой мозг на полуполные стаканы это простой переключатель то есть мозг ищет недостатки да почему значит на сайте так он запрограммирован а человек который осознанный он его переключает на наоборот на то что хорошо переключился и вот тут как раз эта книга не о счастье счастье это фоновое состояние это уже такое знаете как когда человек здоров у него вот у него внутри все хорошо такой у него фоновый легкий такой фон внутри в теле счастье это фоновый эмоциональный тонн а радость как мы здесь изучаем радость это более яркое чувство которое возникает через какие-то тридеры да то есть радость это такой всплеск эмоциональный и у нас учит как раз как делать вот эти всплески и тут он говорит первый способ вот запишите себе запомните первый способ это все время напоминать себе о том чтобы переключать шкалирование радости из любой ситуации на один плюсик например вы стоите где-то ну как у меня сейчас радость по десятибалльной шкале ну там троечка ну давай на четверочку давай то есть ты делаешь усилия как ну вот я сейчас помню что у меня хорошего поблагодарю и когда у тебя есть это решение ты привык к этому решению все время осознавать как бы продиагностировал переключил продиагностила переключил продиагностировал переключил когда ты уже привыкаешь усиливаться в радости то ну все уже у тебя все хорошо это тоже как шаблон как привычка второе то что он предлагает нам чтобы усиливаться в радости значит шуточки прибоуточки анекдотики искать 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 какие-то вот возможности чтобы посмеяться да но три предостережения нельзя не над тем насмехаться чтобы не кого-то не обидеть нельзя переходить на сферу легкомыслия и разврата и нельзя третье это нельзя с помощью шуток возвышаться да то есть возвышать себя значит первое у нас было усиливать радость второе у нас было шутки при вауке третий его совет был какой как будто ты радостен то есть ты не радости но переключить себя как будто бы я радостный да то есть начать улыбаться начать внешние признать и радости приводят к внутренней радости и четвертое четверто вот сегодня мы дошли к четвертому четвертый его совет тоже он максимально подходит к курьему потому что вот сегодня как раз в израиле звучит музыка все танцуют через музыку и хлопанье в ладоши значит он приводит слова раби нахмана и говорит через станции и движение которые ты делаешь телом пробуждается в тебе радость так говорил учитель раби нахман теперь о ну представляете раби нахман тоже 300 лет назад а сейчас мы знаем уже через нейрофизиологию что как это работает значит как это работает работает очень просто значит вот человек когда у человека внутри все очень запрограммировано есть инстинкты то что называется безусловные рефлексы есть условные рефлексы это то что то что обусловлено да как помните этот павлов изучал собаку когда звоночек и да звоночек и да слюна звоночек и да слюна звоночек и да слюна потом звоночек еды нету а слюна есть то есть уже у него сложилась схема то же самое у человека бывает предвкушение чего-то маленький ребенок он прям прыгает да 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 дали что-то вау радуется один раз второй раз третий раз четвертый раз то есть движение тела в виде хлопания в ладоши и танцев она обычно связана с хорошим эмоциональным состоянием и складывается но обычно было как у собаки по голову была причина еда звоночек и вы включался процесс физиологически и да он смотрит на еду звоночек и включался процесс физиологически потом один звоночек а процесс включается то же самое человек радовался танцевал радовался а Радовался, танцевал. А теперь мы берем, танцуем и приходит радость. То есть идем от обратного. Мы через физическое включаем эмоциональное. Но очень важно в этот момент свой ум тоже им управлять мыслями и добавить туда мысль, что я хочу усиливать радость. Спасибо Всевышнему, что я могу двигаться. Спасибо мне, что я преодолел сейчас барьер ранее старость, преждевременная старость. Ну и так далее. То есть очень важно своей головой тоже управлять. Все. Теперь, значит, я, например, еще до того, как начал читать эту книгу, так как я знал этот закон, я себе в этом году, в прошлый год я себе сделал такой, как челлендж, приседать каждый день. Начал с одного раза 1 января. И, значит, каждый день приседал. 31 декабря приседал 365 раз. Было у меня 12 подходов по 30 раз в среднем. Но в течение всего года я дошел где-то до 250 раз. И потом перешел на 100 раз в день. Приседал. 4 подхода по 25 раз. И, значит, в конце года уже сделал 365. Теперь в этом году я взял себе челлендж танцевать. Минимум 2 минуты. Максимум 5 минут. Вот, значит, включаешь музычку, специально себе подбираю такой плейлист дискотека 90-х. Потому что в 90-е это было радостно. Мне было 20 лет. Я в 90-е годы прямо был такой очень активный. И теперь, если я включаю ту музыку и начинаю активно двигаться, это как зарядка, то мне приходит состояние, как будто бы я в 90-е, как будто бы мне 25. Очень вам рекомендую. Включите в свой, как бы, я не знаю, арсенал упражнений потанцевать каждый день. И это как раз поможет вам и выполнить вот этот вот замечательный совет автора этой книги. «Для того, чтобы быть в радости, нужно танцевать и хлопать в ладоши». Значит, дальше он пишет, приводит тоже Робинаку на такую вещь, когда есть, не дай бог, какие-то суды, на ней беда. Через танцы и хлопанья в ладоши, значит, эти суды убираются. Ты как-то влияешь на верхние свои эти уровни. Действительно, действительно так оно работает и, значит, советую это делать. Теперь берем книгу «Улыбайтесь», «Улыбайтесь», «Улыбайтесь». И здесь автор книги, он нам, значит, дает еще один совет. Он дает нам совет такой, называется он «Мечты». Он пишет нам, что наш разум – это очень сильный инструмент. С помощью разума мы строим весь наш мир. Вся наша жизнь зависит от наших мыслей. События, которые составляют всю внешнюю кайму нашей жизни, тоже зависят от наших мыслей. Мысли – это компьютерная программа, с помощью которой мы задаем и вкладываем в нашу жизнь то, что с нами произойдет в будущем. И что самое важное, они обладают мыслью огромной силой. Они могут изменить весь мир к лучшему. Ведь мы можем претворить наши мысли и желания в жизнь. Вот все, что есть в окружающем мире – это материализованные мысли. Когда-то кто-то мечтал об этой книге, книга была написана. Потом Раф Цвипатлас хотел ее перевести, перевел. Потом художник представил, как будет выглядеть обложка, ее нарисовал. То есть все, что мы видим в окружающем мире – это материализация мыслей. Что из этого следует? А из этого следует, что все, что есть в нашей жизни сегодня – это материализация наших прошлых мыслей. Только мы их особо не осознавали. Как человек живет? У него мысли, они плывут. Значит, они плывут, одно за другого цепляется. А у нас в квартире газ, а у вас у нас водопровод. И человек попадает очень часто, потому что когда он дает мыслям вот так вот плыть самим по себе, они гарантированно уходят в негатив. Если он начинает думать негатив, то этот негатив, он создает своими мыслями свое будущее. Поэтому он нам советует, автор этой книги, значит, он пишет, что часто случается, что чисто инстинктивно мы вредим сами себе, разрушаем себе что-то очень важное. И он нам советует переключиться, научиться переключаться на мечты. Не на то, что тебе не нравится и то, что ты не хочешь. Обычно люди думают о проблемах, о том, что им не нравится, то, что они не хотят, то, что у них не получается. Он говорит, нет, вообще не так надо думать. Нужно думать о том, что ты мечтаешь, что ты хочешь получить в жизни. Вот бывает ночь, человек просыпается и думает, вот тут может быть проблема, тут может быть проблема, здесь проблема. И он вот в этих проблемах начинает себя подпиливать, подпиливать. Есть очень мастера самопиления, самокредити. Теперь, но прекратить это невозможно. Это невозможно прекратить. То есть, если у человека годы заложена была вот эта идея, причем его критиковали с детства, и у него прям магнитофон, потом он сам себя критиковал. Как ты это все сотрешь? Этого невозможно стереть из мозга. Но что? Как только вы замечаете эту программу, нужно просто сказать, о, я заметил, что у меня пошла, включился вот этот внутренний критик. Включился магнитофон. Класс, интересно, да, я уже тебя слушал очень много. Давай, хочешь критиковать, завтра продолжим. Да, я выделяю специальное время для самокредити. Может, иногда и полезно. Но сейчас я хочу думать, переключаясь на другое. Я хочу думать о своей мечте, о том, что я мечтаю, как я ее могу получить. Хочу думать о том, что у меня, да, получается, что во мне есть хорошего. Вот тут же я молодец, и тут молодец, и тут спасибо Всевышнему. И тут у меня получилось, и тут, слава Богу, что вот так. И так приятно, и раньше было хорошо, и тут хорошо. То есть, когда ты даешь своему мозгу занятие, первое задание, переключиться на благодарность, то уже пошло-поехало. Потом, если ты переключаешь свой мозг на мечту, а что я хочу, и ты представляешь, как у тебя все это получилось, оп, ты легко засыпаешь. Я лично, если не могу заснуть, да, я еще переключаю на отрывки из притчи царя Соломона или на псалмы царя Давида. Это, кстати, лучше всего усыпляет, потому что через слова Торы ты подключаешься к Всевышнему. То есть, ты не просто конкретно, ты подключаешься к Всевышнему. И вот ты лежишь, например, и говоришь там, ну, я на иврите эти отрывки знаю. Например, вот сегодня, сегодня 24-я глава Мишли, я как раз утром, есть такой отрывок, что семь раз праведник упадет и встанет, да, а злодей спотнется и не встанет. Значит, и вот ты повторяешь этот отрывок. Семь раз праведник упадет и встанет. И ты повторяешь, повторяешь, уходишь сразу в сон. Потому что, вот я говорю, Тора усыпляет лучше всего. Почему? Ты попадаешь в такое, как в пространство, как океан сверху бурлит, какие-то волны там, все, чатик, все шумно, а внутри Татьяна всегда что? Спокойствие. И через Тору ты заходишь вот в это спокойствие. Поэтому приготовьте где-то, если вы хотите выходить из этих приступов самоедства и самоподпила, да, вот понравился Дмитро это выражение. Если вы хотите выходить из этих петель самокритики и самоподпила, то положите рядом с собой книжечку псалмов или там притчи царя Салмона, да, и переключайте свой ум. Невозможно ум остановить, он не останавливается. Вы можете его просто переключать с одной пластинки на другую и добавлять, что мы делаем сейчас с помощью обучения? Мы добавляем новые, новые как пластинки, новые альбомы, новые знания, которые соединяются со Всевышним, новое самопредставление, потому что, да, как ребенок себя представляет? Он же себя никак не представляет. У него всегда вопрос, кто я, какой я. Если человеку объяснили с детства, что он, типа, ну, например, там, божественная душа, что тебе Всевышний, он будет себя так же видеть. Если ему объяснили наоборот, что, там, Вовочка до пяти лет думал, что его заткнись, звать никак, и так далее, то он так и будет про себя дальше думать. И когда мы добавляем в себя новые самоопределения, новые знания, да, особенно знания, которые соединяют нас с душой, со Всевышним, Тора, она отличается от всех других знаний. То есть тут нельзя сравнивать Тору, например, и психологию. Психология – это наука, которая описывает, как работают идеи людей, о том, как работает психика людей. Это психология. Тора – это все-таки, это Всевышний, он через пророков, он говорит свою волю. И Тора – она, это духовность, это божественная такая субстанция. И ты, изучая Тору, псалмы, например, царя Давида, или притчи, или экклезиаст, то ты реально соединяешься с духовными пространствами. То есть это такая, как называют мистика или еще называют эзотерика, да. То есть есть духовные пространства. И вход в эти духовные пространства, есть вход через Тору, через слова пророков, есть вход через каких-то там людей, которые претендуют на то, чтобы называть себя какими-то проводниками, знающими и так далее. Но что говорит про таких людей Тора? Что после разрушения первого храма ушло пророчество из мира. И у кого осталось пророчество? Только у детей и у сумасшедших. Значит, если человек, он соединен с тем миром, то, возможно, у него есть какое-то отклонение в его мозге, да. Если он правда, потому что есть люди, которые просто сумасшедшие, то есть они видят какие-то свои видения там у них. А есть люди, которые, которые действительно, они зашли туда, но их и называют сумасшедшие. То есть у него что-то сдвинулось в голове, у него действительно, может быть, есть какие-то видения. Но как он их тебе передаст, и для чего их, с какой целью, мы не знаем. Поэтому лучше остерегаться всех предсказателей, лучше всего идти по-простому. Значит, томим тебе, машем алкеха, будь простым, с Богом всесильным твоим. Значит, есть благодарность, есть молитва, есть выполнение заповедей. То есть есть такое, знаете, как базовый уровень, да, то, что называется, золотая середина. Все, всем удачи, успехов. Значит, урок сегодня заканчивается. В 11.00 будет еще короткий урок для партнеров и спонсоров платформы Вайкра. Те, кто дают возможность, присоединяются в том, чтобы Вайкра развивалась. Значит, будет для них отдельный урок, чтобы они могли задать в зуме вопросы. У них разница, что они могут задавать вопросы. И после этого все эти уроки мы тоже выставляем в онлайн-школу Жизнь по Тории. Сейчас мы ее как раз очень сильно развиваем. То есть, если вы заполняете антету под любым уроком, заполняете антету, потом вас специально на ССРМ-система присоединяет к циклам уроков, которые вам в данный момент будут наиболее полезны, нужны и вам помогут соединиться со Всевышним. Все, удачи, успехов! Пурим Самеах! Сегодня помните, что сегодня все молитвы принимаются Всевышним, поэтому старайтесь радоваться, благодарить Всевышнего и просить все, что нужно. Сегодня все молитвы будут иметь ответ. Все, всем удачи, счастливо! Пурим Самеах! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok